Эфир Первого Либерального продолжает молния. Я ее ведущий Алексей Казанников. И как обычно мы обсуждаем самые резонансные темы. Проблемы, конфликты, в общем все то, что просто не может обойтись без вашей, а значит и без нашей молниеносной реакции. Напомню, мы не просто создаем информационную повестку, мы ее меняем и смею надеяться в лучшую сторону. И сразу отправляемся в Подмосковье, где назревает конфликт между местными жителями, властями и тайцами. Вот так нестандартно начинается наш эфир. И вот почему. Дело в том, что на юго-востоке Московской области стартует строительство крупнейшего свиноводческого комплекса. Сразу внимание на 180 тысяч голов. Ведет его фирма Chiroin Pokland Foods, штаб-квартира, которая расположена в Бангкоке, столице Таиланда. И все вроде здесь звучит неплохо. Огромное предприятие, это тысячи новых рабочих мест, дополнительные налоги в областную казну. Да и само свиноводство здесь же почти под домом. Это натуральная пища, практически от отечественного производителя. Но не все так просто. Взгляните вот на эту карту. Это и есть как раз место строительства. Вот территория, на которой будет возведен свиноводческий комплекс. Это Серебряно-Прусский район Московской области. Всего 180 километров от Москвы на юго-восток. Здесь 82 населенных пункта и больше 25 тысяч жителей проживают, которые теперь не на шутку бьют тревогу. Ведь стройка запланирована на речке Мордвес, которая впадает в реку Осетр. Вот эта река и, собственно говоря, это основные, так скажем, водные артерии подмосковного района, которые, как считают местные жители, могут в скором времени быть отравлены отходами производства вместе со всей флорой и фауной. Вот такой ролик сделали активисты городского округа Серебряные пруды. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Ну что ж, вот практически слезное письмо с просьбой помочь. Прислали в нашу редакцию местные жители. И чего же они так боятся, узнаем у активистки Ирины Титковой. Она выходит с нами на прямую связь по скайпу. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, это правда? Действительно сейчас практически весь район стоит на ушах. И чего же вы так сильно боитесь? Да, действительно, это все верно. Мы боимся. То, что участок, на котором планируется данный свинокомплекс, он находится как раз в устье, где впадает Мордвес, Васетр. По правую сторону от сетра это уникальный, там чернозем находится. Наши предки даже там не засеивали эти поля, так как это действительно считается по своей структуре уникальный чернозем. Плюс у нас в нашем районе очень близко расположены грунтовые воды. И, естественно, если построят там свинокомплекс, все отходы будут уходить в воду. И местные жители, мы пользуемся в основном колодцами. Естественно, будет отравленная вода. Плюс в нашем районе находится наш лес, признан заповедным, так как у нас водятся уникальные животные. В этом году мы даже встретили лося в нашем лесу. Кто знает, в наших лесах водится большое количество кабанов. Плюс очень многие птицы занесены в Красную книгу. Я не говорю уже о рыбе, которая водится в осетре. Естественно, это все будет отравлено. Нам, естественно, обещают то, что... Вы говорите за флору, за фауну и, в общем-то, за свое здоровье. Я правильно понимаю то, что, насколько я знаю, вы живете в деревне Титеево, верно? И она находится непосредственно, ну, буквально 2 километра до места стройки. Вы видели, что там происходит? Стройка уже ведется? Да, как нам по документам ответили, это ведется подготовительная работа. И план еще находится на утверждении. На данный момент ведется, бурятся скважины. Пробурили уже две скважины глубиной 80 метров. И третья скважина, когда я была, они планировали бурить. Также выделена, отсыпана площадка щебенкой, поставлены плиты, выкопано три септика. Обнесено это все забором с колючей проволокой. Наверное, не дай бог, чтобы местные жители туда не залезли. В общем, подготовительные работы ведутся. Хотя, непонятно, разве скважины читаются ли подготовительными работами? Ну да, Ирина, подскажите, пожалуйста, вот деревня Новоклемово, я так понимаю, это тоже Серебряно-Пруцкий район. И есть информация, что там уже построили свинарник. Вы не общались с людьми? Как они себя чувствуют? Нет ли дискомфорта уже? Значит, смотрите, в Новоклемово уже построен свинарник производительностью 26 тысяч голов в год. Напомню, у нас планируется 180 тысяч голов в год. Местные жители в Клемово и Новоклемово просто воют от вони невыносимого, просто едкого запаха. Жители лично нам на камеру также говорили об этом. То, что они детей вывозят оттуда, пенсионеров вывозят, потому что там невыносимо жить. И какие могут быть последствия именно на здоровье? Ну, я думаю, мы все люди взрослые, имеем пользу с интернетом, можно зайти и почитать. Поэтому мы в первую очередь также заботимся о здоровье наших детей. Ну, собственно, совершенно обоснованные опасения. Ирина, спасибо большое. Постараемся вам помочь. Я напомню, что это была Ирина Титкова, активистка Серебряно-Прусского района Московской области. Ну, а мы продолжаем. И надо сказать, что местные жители уже стали настоящими видеоблогерами. Вот эта картинка. Здесь изображен аккаунт на YouTube. Нет хорошей жизни, конечно. Местные жители стали снимать видео и создали вот этот аккаунт, который, кстати, появился совсем недавно, но уже на нем есть тысячи просмотров. Кстати, Ирина вот упомянула тот факт, что строители на контакт не идут. Разрешений на строительство не предоставляют, документации, да что там, даже имени заказчика не называют. Вот один из роликов, снятых местными жителями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, прямо усы, лап и хвост. Вот кран, вот лопата, вот и весь проект. Ну, разу активистов добиться правды пока не получилось, в таком случае мы пообщаемся с районными властями. Всего через две минуты в эфире реакции, вернее, молнии заместитель главы городского округа Серебряные пруды Александр Пушкарев. Не переключайте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в эфире первого либерального молния. И меня зовут Алексей Казанников. Напомню, сегодня тема этого эфира. Громадная свиноферма на юго-востоке Московской области. Местные жители боятся, что отходы от производства пагубно повлияют на флору и фауну района. Не говоря о том, что тем, кто проживает на этих территориях, постоянно будет попросту нечем дышать. Ну так считают сами местные жители. Интересно, что накануне в поселке городского типа Серебряные пруды, это административный центр района, прошел круглый стол. Он был посвящен вопросам реализации на территории Серебряно-прутского района федерального проекта партии «Единая Россия. Здоровое будущее». На нем присутствовал глава городского округа Олег Павлихин. Интересно, поднимался ли вопрос о строительстве свиноводческого комплекса. Это мы сейчас узнаем у заместителя главы округа Серебряные пруды Александра Пушкарева. Он уже на прямой связи с нашей студией. Александр Николаевич, здравствуйте. Ну что ж, с места в карьер. Вот такой вопрос. Говорили ли вчера во время круглого стола о строительстве свиноводческого комплекса и о том, что жители переживают? Ну, конечно, эта тема обязательно присутствует у нас в районе с населением. И это действительно так. Но говоря о гигантских каких-то мегасвинарниках, конечно, что-то это слишком масштабно. Всего 6 тысяч голов, но и 90 тысяч до этого единого содержания свиней. Но это не говорит о гигантских масштабах. Ну и учитывая то, что еще нет ни государственной экспертизы, нет разрешения на строительство. Говорить о строительстве в Северпрусском районе вот этого комплекса пока еще рано. Мы все ждем заключения государственной экологической экспертизы. Если оно будет положительное, один вопрос будет получено разрешение на строительство. Если оно будет отрицательное, естественно, никто не будет строить. И мы все... Александр Николаевич, я видел ответ от Министерства сельского хозяйства Московской области. Ну, жители писали туда письмо. И, по-моему, там фигурирует другая цифра. 180 тысяч. Нет, это неправильно. 90 тысяч общего содержания на этой ферме. Вот такой предполагается проект. 180 – это кто-то немножко, говори, немножко так усугубляет. И мегаферма, называй ее, это немножко. Есть в России такие проекты и больше проекта. Мы видели и в Оренбургской области, мы смотрели. Мы видели в Калининграде, мы видели в Нижнем Новгороде. Поэтому Россия... Ну, сегодня самое нас что удовлетворяет, что сегодняшние требования, которые есть в государственной части защиты экологии, они очень жесткие. И мы надеемся, что вот это заключение экологической экспертизы будет оценена. Вся нагрузка на экологию нашего Семпрусского района. Я все правильно понял, извините, пожалуйста, я все правильно понял. Получается то, что сейчас строительство еще не ведется, потому что не получены все экспертизы, так? Да, да, абсолютно правильно. Никакого строительства... Вы снимаете видео, где строители вот уже занимаются, бурят скважины. Я не могу за них отвечать, но просто это что тогда? Нет, это, я могу сказать, строительство не ведется, нет разрешения на строительство. А то, что там что-то на собственной земле, части подготовки, это земля частная. Там есть, так сказать, инвесторы, те хозяева, которые работают на земле, ведут работы, но разрешения на строительство, строительство комплекса нет. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, ну вот, а получается это ваша территория и без разрешения кто-то ведет работы? Нет такого, нет. Во-первых, мы разрешения на строительство не даем, это дает правительство Московской области по полномочиям за нашим... Мы не даем разрешения на строительство и не давали, потому что у нас нет полномочий на это. И тем не менее, вот ситуация, что, как вы сказали, кто-то частный ведет строительство... Нет строительства, могу сказать, что не строительство не ведется. Строительство не ведется. Это немножко нагнетается обстановка нашими дачными жителями с Москвы, которые имеют дачи, да, их очень достаточно. Но, конечно, вот эта информация, что у нас будет свинокомплекс, конечно, оно вот этой категории несколько... Они приехали сюда, наверное, отдыхать, дышать или, как они считают, бабочек ловить. Но у нас сельский район был изначально и будет. Мы производили когда-то и 100 тысяч тонн молока, и свинины около 40 тысяч тонн. Сегодня это, к сожалению, ну, не достигнуто, типа, оказать. Поэтому мы развиваем сельское хозяйство, но в требованиях к сегодняшней жесткой экологической экспертизе. Александр Николаевич, но ведь сотни жителей сейчас обеспокоены. То есть, ну, утешьте их, скажите то, что оснований для беспокойства нет. Ну, конечно, я могу сказать, что нет оснований. Мы доверяем нашему государству, нашим государственным экспертным органам. И если там будут какие-то, ну, я не думаю, что кто-то возьмет на себя ответственность выдать заключение, не соответствующее тем требованиям, которые имеют место. Я в этом не верю и считаю, что будет все нормально. Ну, это верно. Главное, что стройка, чтобы сейчас вот пока, так скажем, не санкционированная не велась. Я надеюсь, да, что это правда, потому что самыми проверить сейчас мы возможности не имеем. Скажите, пожалуйста, ну, ведь существуют наверняка какие-то, ну, вот такие вот санитарные, вот, санпины, которые определяют как раз близость вот этого сверноводческого комплекса к жилым домам, например. Вот я нашел только советские характеристики. Должно быть не меньше двух километров от стройки. Ну, вы знаете... Проект рассматривался, и все санитарные нормы от жилых комплекса, от лесных, там, заказник, все соответствуют. Поэтому мы не видим тревоги в том, чтобы будут нарушены санитарные нормы. Мы доверяем нашему, еще повторюсь, нашим экспортам, которые, ну, получают за это и отвечают за правильное решение. Как вы считаете, когда могут уже быть получены вот все надлежащие экспертизы? То есть, когда может тогда начаться? До конца года получить. Через сколько, простите? До конца года, наверное, получат. До конца года, и вот только тогда официально может начинаться стройка, верно? Да, да. Хорошо, спасибо вам большое, что уделили нам внимание. Спасибо большое, Александр Николаевич. Я напомню, что на прямой связи со студией был заместитель главы городского округа Серебряные пруды Александр Пушкарев, который рассказал нам о проблеме в юго-восточном районе Московской области, но, пожалуй, немножко с другой стороны, как будто бы этой проблемы, в общем-то, и нет. О том же говорят и ответы из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Вот взгляните, один из таких ответов. Уже немало таких бумажек насобирали активисты, и практически обо всем в этих ответах говорится одинаково. Вот сейчас процитирую. Во всяком случае, в опасности грозящей экологии в них нет ни слова. Итак, вот здесь как раз написано. Общий объем инвестиций в проект 3,7 миллиарда рублей. В случае ввода в эксплуатацию сыноводческого комплекса на территории городского округа Серебряные пруды Московской области появятся новые рабочие места для местных жителей, увеличится налоговое поступление в бюджет Московской области. То есть, ну, совершенно стандартная чиновничья логика. Вроде как и новые рабочие места, правда, в жертву им чистый воздух, зато финансовые поступления в казну. Вопреки всевозможным санитарным нормам, во всяком случае, местные жители так считают, и, в общем-то, у них есть ряд доказательств. Как же быть, и кто придет на помощь, спросим у депутата Государственной Думы Андрея Свинцова. Итак, это «Молния». Мы продолжаем, и на прямой связи с нашей студией находится депутат Государственной Думы Андрей Свинцов. Андрей Николаевич, здравствуйте. Ну вот, смотрите. Все жители подмосковного района боятся, по сути, за свои жизни, которые действительно могут подвергнуться большому риску, если рядом с их домами появится гигантская свиноферма. Но власти, судя по всему, так не считают, и думают лишь о том, как заработать больше денег. Ну вот, как быть, и кто виноват все-таки? Ну, вы знаете, я не думаю, что есть кто-то, кто уже виноват. Это действительно две абсолютно диаметральные такие позиции. Первые – это власти, причем власти как федеральный центр, так и регион, так и муниципалитет. Все хотят развивать экономику. Все хотят отчитаться перед начальством, что вот у нас здесь появился крупный инвестор, а еще лучше, если это инвестор, заграничный инвестор, если я так правильно понимаю, там, то ли это представитель Таиланда или еще какой-то азиатского государства. Значит, вот это сейчас мощный тренд. Привлечь иностранного инвестора, ну что называется, лечь под него полностью, выслушать все его хотелки и попытаться реализовать все эти хотелки, невзирая на вопросы, связанные с экологией, с интересами жителей. Здесь, вот, к сожалению, очень часто этими интересами пренебрегают. И, собственно, интересы жителей непосредственно, кто живет вблизи, которые привыкли к своему укладу, они живут, может быть, не очень богато, и не у всех есть работа, но когда они представляют, что будет с их домами, с их почвой, с их водой и воздухом, потому что они, я думаю, догадываются, какая будет жуткая вбонь от огромной цены на ферме, то, конечно, они предпочитают лучше не надо таких рабочих мест и такого пополнения бюджета за счет их здоровья. Поэтому, конечно, власти будут всеми силами стараться переубедить местных жителей, они будут пытаться, и это очень часто мы видим, вплоть до подделки документов, это и протоколы публичных слушаний, и экологические экспертизы, и проектная документация, генеральный план сельского или городского поселения, в зависимости от того, в какую границу попал этот предполагаемый свинокомплекс. Поэтому здесь, конечно, общественность и мы, депутаты, должны взять это на особый контроль и провести все необходимые меры, значит, и действия, которые позволят... Вот любопытный момент. Только вчера в районе прошел круглый стол, посвященный реализации программы «Единая Россия. Здоровое будущее». Иронично звучит сейчас в свете вот этих событий. Так вот, на этом круглом столе присутствовал глава района, представитель Минстельхоза Московской области и даже ваша коллега, депутат Госдумы Наталья Санина. Она, кстати, еще и первый заместитель Комитета по охране здоровья. И вот, представляете, речи про свиноферму, ну, даже если эта речь и зашла, но очень поверхностно. То есть, об этом нам сегодня рассказал заместитель главы района. Ну, вот как вам такое? То, что даже не обсуждаются вот проблемы, которые касаются сейчас сотен людей, которые действительно переживают? Конечно, мы видим, что власть замалчивает такие проблемы. Им не выгоден этот конфликт. Мы помним много конфликтов, и один из которых дошел аж до президента. Это конфликт в Балашхе, когда люди практически уже потеряли многие здоровья, многие просто, ну, моральное здоровье, когда свалка горела постоянно в Балашхе, воняла, так сказать, на всю округу. И десятки тысяч граждан страдали каждый день. Пока президент, что называется, не дал команду немедленно решить этот вопрос, этот вопрос не решался долгие годы. Хотя уже, по-моему, 10 лет, как пытались эту свалку в Балашхе закрыть. Скажите, ну вот сейчас либеральная демократическая партия России может как-то подействовать, хотя бы разобраться с документацией на строительство вот этой свиноводческой фермы? Конечно, мы возьмем это дело на контроль. Мы отправим туда нашего активиста. Он возьмет письменное обращение от местных жителей, потому что нужно действительно понять, часто бывают под местными жителями какие-то активисты, которые будоражат общественность ради своих каких-то политических целей. Поэтому нужно действительно принять обращение именно от местных жителей, понять их позицию. Мы потратим там несколько дней, чтобы объехать все ближайшие деревни, всех оповестить, собрать эти обращения. Мы направим... Редакцию сообщают, что пахнет, то что сильный запах. Когда же может прекратиться эта вонь, как вы считаете? От свинофермы ее же еще нет. Ну, там уже есть несколько свиноводческих хозяйств, которые на территории уже начали свою работу. Они тоже относятся к этому комплексу? Ну, безусловно, здесь нужно провести проверку силами Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Надо посмотреть, не выбрасываются ли отходы от этой свинофермы на ближайшие поля. Ведь очень часто запах происходит не потому, что ферма работает. Если там правильный грамотный уход, грамотная технологическая цепочка, то все, что все нечистоты, которые ферма, значит, ну, собственно, сами животные производят, все это утилизируется. Это должно сдаваться на специальные полигоны и утилизироваться. То есть, в принципе, запах практически не должен быть. Соответственно, если это происходит, значит, просто контроль... Поступают нам очень тревожные звонки. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я напомню то, что это был депутат Государственной Думы Андрей Свинцов на прямой связи с нашей студией. И мы продолжаем. Наша передача уже потихонечку подходит к концу. И надо отметить то, что уже создали жители Серебряно-Прусского района целую петицию президенту России Владимиру Путину. Она собрала уже больше двух тысяч голосов. Их уже скоро поступят президенту. Надо сказать также, что согласовали, санкционировали с местными властями жители митинг. Он пройдет 11 ноября в Центральном парке Серебряных прудов, на котором люди будут бастовать против стройки вот этого свиноводческого комплекса. И еще одна интересная, пикантная, я бы даже сказал, деталь. Дело в том, что строится здесь свиноводческий комплекс не случайно, именно в Серебряно-Прусском районе. Изначально его хотели построить в соседнем районе, который находится чуть-чуть севернее, чем Серебряно-Прусский. Но там как раз жители поднялись, поднялись, прошу прощения, на митинги и сумели эту стройку предотвратить. Так что есть все шансы, что стройка, что именно здесь возведение вот этого свиноводческого комплекса также из-за протестов местных жителей можно будет отменить. Но я надеюсь, что наш телеканал тоже сумеет помочь в этом. Итак, сегодня мы разбирались со строительством свиноводческого комплекса в Серебряно-Прусском районе. Это была программа «Молния». Меня зовут Алексей Казанников. Я напомню вам то, что мы не просто создаем информационную повестку дня, а мы на нее влияем. И я надеюсь, что сегодня с помощью спикеров, с которыми мы общались, и с помощью той поддержки, которой заручились у депутата Государственной Думы Андрея Свинцова, мы все-таки сможем повлиять на эту ситуацию положительно. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова